Спортивный обзор начнем с футбола. В Белорусской высшей лиге 13-й тур завершил первую часть чемпионата. Ничего нового и неординарного мы пока так и не увидели. В верхней части турнирной таблицы до боли знакомая картина. Впереди с внушительным отрывом бесспорный лидер последних лет Борис Аскибате, который, похоже, вновь не познает, что такое конкуренция в борьбе за главные награды первенства. Чемпион прошел первый круг без поражений. Да, мало забивал, но и пропустил всего один мяч. Тут надо отдать должное бывшему гродинскому голкиперу Сергею Чернику, который сейчас защищает ворота Батте. Впрочем, и Борисовская защита лучшая в стране, чего не скажешь о линии атаки. Нападающие забивают ровно столько, сколько необходимо для получения очередных трех очков. Недаром 8 матчей с участием Батте завершились победой с минимальным счетом 1-0. Этого вполне хватает для безбедной жизни в чемпионате, где его участники еще задолго до старта безропотно отдают пальму первенства команде из Борисова. Сегодня преимущество подопечных Александра Ермаковича над идущими вторыми минскими «Динамовцами» составляет 8 очков, что слишком много для того, чтобы мы поверили в реальность эффективной погони за лидером. В 13-м туре Батте встречался в гостях со Слуцком и одержал 11-ю победу с привычным для себя результатом. Единственный гол над вторым, добавленный к основному времени первого тайма минуте, забил Виталий Родионов. Минские «Динамовцы», как обычно, устраивают себе бег с препятствиями. Угодив в начале чемпионата в психологическую яму, команда сумела выбраться на поверхность лишь после очередной смены главного тренера. Но и при нем «Динамо» проигрывала, чего категорически нельзя себе позволить в соревновании с таким клубом, как Батте. При Вуке Рашевича столичная дружина набрала отличный ход и, казалось, вот-вот настигнет лидера. Но поражение в Бресте от одноклубников вновь отбросило главного и единственного реального конкурента Батте в практически бесперспективную плоскость. Хотя, как говорят, надежда умирает последней. Будем надеяться, что интрига в борьбе за медали белорусского чемпионата все-таки возродится. По крайней мере, состав «Динамовского клуба» сегодня впечатляет и способен на многое. Особенно если оценить с этих позиций гол не надо Адамовича в воротах Гомеля. Третье четвертое место после первого круга делит «Шахтер» и «Белшина». Но если к столь солидному положению солигорцев мы уже привыкли, то бобруйчане приятно удивили. Обе команды набрали по 21 очку при практически одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей. И все же в такую расстановку весьма солидный вклад внес именно 13-й тур, когда «Белшина» в Микошевичах буквально размазала потерявших вдруг крепость гранит 5-1. А «Шахтер» в Бресте в упорной борьбе уступил хозяевам поля 2-3. По всей вероятности именно эта «Твойка», а также «Минск» и, возможно, «Желтинская торпеда» будут главными претендентами на бронзовые награды первенства. В 13-м туре «Минск» устроил настоящую порку аутсайдеру в Витебске 4-0, а «Торпеда» добилась уверенной победы в Новополоцке над «Нафтаном» 2-0. Остальные команды решают чисто прозаические задачи, как, например, войти в первую «Восьмерку» или не оказаться в числе тех, кому предстоят переходные игры за право остаться в высшей лиге. К сожалению, уже который год в пул самых слабых команд чемпионата входит и Гродненский Неман, который по разным причинам даже не проявляет желания вмешаться в борьбу за распределение медалей. Сегодня можно говорить о больших финансовых проблемах клуба, но мы помним, что было время, когда экономические вопросы не давлели над коллективом, а игры, как таковой, мы не увидели. Поэтому, наверное, сейчас принято правильное решение на резкое омоложение состава и комплектацию команды воспитанниками клуба. По крайней мере, такая тактика имеет пусть и несколько отдаленную, но перспективу. Если, конечно, талантливых футболистов не переманят богатые клубы, для которых заплатить минимальную сумму за подающего надежду игрока – вполне привычная практика. Неман в первом круге бросал в бой молодых футболистов. Как никогда часто. Впрочем, иного выхода у Сергея Сладовникова попросту не было. Аксакалы Дмитрий Коваленок, Игорь Кривобок и Иван Денисевич появлялись на поле чрезвычайно редко, а последний и вовсе канул в лету. Что касается юной поросли, то она в первом круге практически определяла игру команды. Пусть не сразу, но коллективные действия на поле обрели слаженность, что подтвердило четырехматчевый беспроигрышный отрезок дистанции. И если Алексей Ликчилин, Александр Поздняк, Евгений Лешко, Павел Забелин и Артур Бомбель уже твердо завоевали свое место в основном составе, выходя на поле практически в каждом поединке, то для Яна Сенкевича, Василия Журневича, Алексея Носко все еще впереди. Сергей Сладовников в первом круге задействовал 22 футболиста, среди которых нет игроков, выполняющих эпизодические роли. Особняком стоят лишь два человека – Иван Денисевич и Андрей Хачтурян. Первый по официальной версии вроде бы в отпуске, а второй вообще ушел из команды. Денисевич сыграл в первом круге в четырех матчах, причем в двух использовался в качестве замены, а Хачтурян выходил на поле в семи поединках. Все 13 матчей отыграли Сергей Сосновский, Александр Поздняк, Алексей Ликчилин и Артур Бомбель. Кстати, «Капитан» – единственная игра в команде, который ни разу не был заменен. По 12 матчей на счету Андрея Горбача, Александра Позняка, Павла Забелина. По 11 – у поля Бебея, Евгения Лешко. 9 раз выходил на поле Дмитрий Коваленок, по 8 – Александр Нюкевич и Таина Адама Саром. 7 – Игорь Лисица. Остальные сыграли менее 50% матчей. Отдельный разговор о вратарях. Начавший чемпионат Владислав Василючек на старте первенства выглядел весьма уверенно, но затем стал допускать ошибки. Возможно, на настроение повлияли неудачи родного клуба и молодежной сборной Беларуси, за которую он выступает. В двух спарринках белорусы проиграли англичанам 0-1 и россиянам 0-3. Как бы там ни было, Сергей Солодовников принял решение попробовать в воротах Сергея Курганского. 4 матча голки проиграл неплохо, но в пятом его ждала катастрофа. 4 гола на своем поле от аутсайдера. Слишком большая цена для эксперимента. Уже в прошедшем матче со Славией в Мозыре в рамке привычное место занял Василючек. И именно ему обязан Немом за то, что хозяева так и не смогли открыть счет. Итак, Нема в 13 матчах набрал 13 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. Забито 10 голов и 17 пропущено. Три мяча в свой актив записал Артур Бомбель, из них два с пенальти. Два мяча у Алексея Легчилина по голу на счету Адама Саро, Игоря Кривобока с пенальти, Александра Едышко и Василия Журневича. Еще один мяч в свои ворота срезал игрок гранита Терентий Луцевич. В первом круге Неман провел 7 матчей на своем поле и 6 в гостях. В Гродно команда Сергея Солодовникова два раза выиграла, 4 проиграла и один раз сыграла в ничью, набрав 7 очков. Почти столько же 6 взято на выезде, 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения. Таковы некоторые статистические данные выступления Немана в первом круге. Впереди второй. Хочется верить, что все ошибки и просчеты будут проанализированы и исправлены. А молодые игроки верой и правдой будут защищать честь родного города и клуба, которому они обязаны самой возможностью проявить себя на высоком уровне. Вторую часть чемпионата Неман начнет весьма непростой игрой. В Минске он встретится с Динамо, которому любая потеря очков грозит лишением возможности догнать далеко ушедшего вперед Батте. Ну и Неману отступать уже некуда. 12 место – не тот результат, на который рассчитывали гродненские болельщики. А их все меньше и меньше становится на трибунах уютного стадиона. Кстати, 13-й тур вообще установил антирекорд посещаемости. На матче «Гранит-Белшина» побывало всего 600 зрителей. Вот она цена бездарных поединков и невразительной игры, в которой отсутствует задор и желание победить. Впрочем, таких игр в белорусском первенстве хоть отбавля, есть они, к сожалению, и в списке гродненского Немана. 12 июля в Минске ему предстоит выдержать тяжелый экзамен. Мы желаем нашим футболистам удачи. Гродненские дублеры после первого круга занимают 8-е место в активе команды 17 очков при неплохой разнице забитых и пропущенных мячей. Плюс 11. Мы помним, как был разгромлен в Гродно Микошевичский гранит 9-0. Но после этого таких ярких и результативных побед мы больше не видели. В последнем туре Неман в Мозыре первым открыл счет, но его не удержал. 1-1. А возглавляет турнирную таблицу Баты, у которого 30 очков. На втором месте Гомель 25, на третьем Минск 24 балла. В первой лиге представители Гродненской области решили на время сдать лидирующие позиции. По крайней мере, Ильида и Сморгонь домашние матчи дружно проиграли своим ближайшим преследователям. Лидчане пропустили три сухих мяча от Могилевского Днепра и позволили тому единолично возглавить турнирную таблицу. Сморгонь уступила Минской звезде 0-2 и также разрешила столичной команде занять место выше себя. Лишь Слоним взял и сотворил чудо. В гостях разгромил «Березу-2010» в 4-1 и сразу переместился на восьмое место. Следующий тур в воскресенье Слоним примет на своем поле Оршу, а Сморгонь – лидера Могилевский Днепр. Лида отправится искать счастье к Городеи. И о гонболе. Сразу две молодежные сборные Беларуси готовятся к ответственным стартам. Ребята только что вернулись из украинского городка Южный, где провели двухнедельный тренировочный сбор. Сейчас подготовка к чемпионату мира 2015 продолжается в Минском республиканском центре Олимпийского резерва. 13 и 14 июля белорусские гонболисты сразятся в товарищеских поединках со сверстниками из России, которые являются соперниками белорусов на предварительном этапе чемпионата мира. Под руководством главного тренера Олега Шарейка готовятся 22 игрока, в том числе и воспитанники Гродненской школы гонбола Артем Королек и Максим Крючков. А девушки под руководством Томаша Чаттера готовятся к финальной части Европейского первенства, которое пройдет в этом году в Испании. Команда провела два спарринга с чемпионками континента, россиянками и оба раза уступила 21-31 и 20-30. Напомним, что в составе нашей сборной находится сразу пять игроков Гродненской городничанки. Анна Пашко, Алена Тризно, Александра Пакульская, Виктория Косюк и Дибора Арукви. А на этом у меня все. Болейте за наших. До встречи.